Это программа «Фигура речи» у микрофона Марк Скрипка. Сегодня я буду говорить о фигуре творческой, пророческой, очень знаковой не только для меня, но и для России. Игорь Тальков. Поэт, музыкант, исполнитель своих песен. С Игорем я встретился в 1988 году. Это был север России, небольшой провинциальный городок. Работал машинистом сцены в местном дворце культуры. Не помню уже, куда я был отправлен начальницей. Это был день. Я выполнял какое-то ее задание. А, шел в бухгалтерию. Здание бухгалтерии находилось отдельно от здания дворца. Тороплюсь по улице Ленина и вижу, как навстречу мне, совершенно один, совершенно без всяких охран и сопровождений, медленным шагом идет Игорь. Хотелось остановиться и заговорить с этим артистом. Конечно, хотелось попросить автограф, сказать Игорю добрых комплиментов за самую лирическую его тему, с которой он и появился в моей жизни, в вашей жизни, жизни всей тогда страны, конца 80-х, начала 90-х годов прошлого века. Как это странно звучит. В какую удивительную эпоху, удивительный разлом мы с вами живем на стыке веков. У каждого из нас на свете есть места, что нам задали лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира, чистота, нас делают на миг счастливее, счастливее и моложе. Игорь был во всем черном. Он всегда был в черном и лишь иногда в белой рубахе, но это уже под конец его творческой и земной жизни. Он был во всем кожаном, черном и на голове такая же цветом повязка. Я никогда не любил такую вот повязку у него. У девушек на тогдашней аэробике окей, можно допустить. Но чтобы у мужика такая повязка на лбу, я это не воспринимал. На ногах у артиста были черные казаки, за плечами в чехле гитара, лицо очень спокойное, небритое, бородатое, никуда не смотрящее по сторонам, смотрящее только вперед. Я тогда не остановился перед ним и не заговорил с Игорем. Я остановился за его спиною, стоял и смотрел, как он уходит от меня, от тебя, от всех нас. Уходит уже тогда. В этой паруминутной встрече я почувствовал и его энергетику, и значимость, и тот самый рок, судьбу. Над ним это уже тогда висело, как аура. Это я сейчас понимаю, работая над текстом. А вечером был концерт. Полный зал людей ждал одну, единственную песню. Люди и пришли на эту самую песню. Но Игорь исполнил ее только в самом конце вечера. Игорь пел весь концерт, остросоциальные песни, которые толком еще никто не слышал, которые еще не были ни на слуху, ни звучали из каждого чайника или утюга. Зал, конечно, был в недоумении. Люди даже кричали «Пруды! Пруды!». И Игорь вступал с ними в разговор, объясняя, что будут вам пруды. Но сначала давайте поговорим о той стране, в которой мы с вами живем, и о наших нерешенных властями проблемах, о наших с вами политиканах, правителях и так далее. И снова и снова звучала социальная музыкальная тема. Мы жестокого времени дети, лес на лесоповале. Не живут рядом с нами на свете те, что в бездну упали. В результате эпических фронт и безумных селекций Оскудел генетический фонд богатейших коллекций. Эти строчки принадлежат поэту Ивану Сакава. Дальше идут мои стихи. И до конца концерта будут звучать только мои стихи. Оскудел генетический фонд, пишет Иван Сакава. Оскудел — это автор смягчил. Фонд почти уничтожен. Потрудились вожди-палачи сделать все, что возможно, Что в России уже никогда не смогла разогнуться, Встать с колен и очнуться от сна, И к истокам вернуться. Но что сможем мы выжить и жить, Палачи вряд ли знали. И за это мы будем судить их сегодня Вот здесь, в этом зале. В то время это, конечно, было сильно и смело. Так чехвостить власть. Сцена большого зала, и человек поет о том, О чем думают и говорят русские люди на своих кухнях. Постепенно зал успокоился, Стал прислушиваться к словам, Где-то даже уже подпевал, Эмоционально реагировал, И под конец программы Игорь этот зал завоевал. Да, я это хорошо помню, Как менялась энергетика зала От отторжения и неприятия До восхищения и любви Прошел один час. И когда зритель стал Талькова любить, Восхищаться и боготворить артиста, Вот тогда и зазвучала Эта самая первая песня В исполнении Игоря. Сложно себе представить, Как Тальков мог бы появиться С социальными песнями, Минуя эту песню, Не спев бы ее. Думаю, никак бы не смог. Никто бы его с таким своим репертуаром Ни на радио, Ни на телевидение Не пригласил бы. Именно чистопрудная история любви Сделала этого пророка Мгновенно популярным и любимым. И я спешу туда, Там льется добрый свет, И лодки на воде, Как солнечные пятна. Отсюда мы с тобой Ушли в круженье лет. И вот я снова здесь, И ты придешь обратно. Чистые пруды, Застенчивые ивы, Как девчонки Сволкли у воды. Чистые пруды, Веков зеленый сон, Мой дальний берег детства, Где звучит аккордеон. Однажды ты пройдешь Бульварное кольцо, И в памяти твоей Мы встретимся, наверное. И воды отразят Знакомое лицо, И сердце исцелят, И успокоят нервы. Чистые пруды, Застенчивые ивы, Как девчонки Сволкли у воды. Чистые пруды, Веков зеленый сон, Мой дальний берег детства, Где звучит аккордеон. Игорь окончил музыкальную школу По классу баяна И в раннем детстве Мечтал стать хоккеистом. Но благодаря домашней Ударной установке И баяну Киров Это был подарок сыну от родителей. Игорь решил все-таки серьезно Заняться музыкой. У каждого из нас На свете Есть места, Что нам за далью лет Все ближе, Все дороже. Там дышится легко, Там мира, Чистота. Нас делают на миг Счастливее и моложе. Чистые пруды, Застенчивые ивы, Как девчонки Смолкли у воды. Чистые пруды, Веков зеленый сон, Мой дальний берег детства, Где звучит аккордеон. Уже старшеклассником Тальков выступал В составе ансамбля Гитаристы, Играл на фортепиано И гитаре, Руководил хором. Несмотря на то, Что он так и не выучил нот, Слух никогда артиста Не подводил. В детстве Тальков Перенес хронический ларингит, Поэтому постоянно выполнял Дыхательную гимнастику. Но в будущем, Уже после концертов, Часто-часто не мог Вымолвить ни слова. Пропадал голос. В 1973 году Игорь Тальков Написал свою первую композицию. Мне немного жаль. Ночь прошла, как тень, День, как ночь. Серый дождь идет с утра, Расплескивая лужи, Шепчут тополя, Что ты мне не нужна, Что ты мне не нужна, И я тебе не нужен. Игорь Тальков Очень любил Драматическое искусство. Но потерпев неудачу На вступительных экзаменах В Московское театральное училище, Он стал студентом Тульского педагогического института Физико-технического факультета. Через год он попробовал себя В качестве студента Ленинградского института культуры В народе крупа. Но и там продержался Всего лишь год. В 1975 году Игорь Тальков Вызвал всеобщий ажиотаж, Выступив на главной площади Тулы С критикой политики Леонида Ильича Брежнева. Благодаря помощи Известного велогонщика Кондратьева Игорь Тальков Избежал тюремной решетки, Но был отправлен в армию Служить в Нахабино. Вернувшись, Игорь Тальков Перебрался в Сочи. Выступал в качестве Бас-гитариста В ансамбле Александра Барыкина. В 1976 году Игорь стал ездить на гастроли Вместе с собственными коллективами «Апрель» и «Калейдоскоп». В 1984 году Игорь Тальков Работал аранжировщиком У Стаса Намина И аккомпанировал певицы Люди Сенчиной. Через два года Вместе с Ириной Аллегровой Солировал в группе Электроклуб, Которая заняла второе место На музыкальном фестивале Золотой камертон. В середине 80-х Тальков написал композиции, Впоследствии получившие Всероссийскую известность. В 1987 году Игорь Тальков Исполнил хит «Чистые пруды» И создал собственный коллектив «Спасательный круг». Так, как не желал, Чтобы его ассоциировали Исключительно с лирической музыкой. Звучит аккордеон. Звучит аккордеон. «Чистые пруды» «Чистые пруды» «Чистые пруды» В 1988 году Был организован концерт На сцене Дворца Спорта В Лужниках. Вместе с братом Владимиром Игорь снялся в картине За последней чертой. А в 1990 году Представил слушателям песню Бывший под Есаул О царском офицере Филиппе Миронове, Перешедшем на сторону Народной власти. Игорь Тальков Увлекался историей России. В его доме Всегда можно было найти Множество литературы На эту тему. Я мечтаю вернуться с войны, Множество литературы На которой родился Множество литературы На руинах нищей страны Под дождями и слез. Но не предан земле Тиран, объявивший войну стране И не видно конца и края Этой войне Я пророчить не берусь Но точно знаю, что вернусь Пусть даже через сто веков В страну не дураков, а гениев И подержим их в бою Я воскресу и спою На первом дне рождения Страны, вернувшейся с войны Музыкант предчувствовал Свою раннюю смерть Однажды он летел в Тюмень Вместе с группой И когда самолет попал В грозовое облако Спокойно сказал Не бойтесь Пока вы со мной Вы не погибнете Меня убьют При большом стечении народа И убийцу не найдут Вскоре были написаны хиты Спасательный круг Война Я вернусь КПСС Господа демократы Россия Игорь Тальков Через личного врача Первого президента России Передал Борису Ельцину Аудиозапись песни Господин президент Где выразил свое разочарование Его политикой Последний концерт Игоря Талькова Состоялся в городе Гжель 5 октября 1991 года На следующий день Музыкант должен был выступать В Петербурге Но в гримерке Разругался с телохранителем Певицы Азизы Игорем Малаховым Когда Игорь Тальков вышел из помещения К нему подбежал администратор группы Спасательный круг Валерий Шляпман И крикнул Малахов достал пистолет Певец выбежал в коридор И увидел, что Малахов Целится в его охранников Тальков сделал два выстрела Из своего газового Сигнального пистолета И когда телохранители начали бить Игоря Малахова Тот выронил оружие В этой потасовке Раздался третий выстрел Пуля попала в сердце С Малахова было снято обвинение В умышленном убийстве Было установлено, что Игоря Талькова Убил Шляпман Дело так и осталось нераскрытым Тальков похоронен На Ваганьковском кладбище 9 октября 1991 года При Международном славянском Культурном центре Был создан музей Игоря Талькова На сегодняшний день Супруга погибшего артиста Работает ассистентом режиссера Кинокомпании Мосфильм А их совместный ребенок Игорь Тальков-младший Посвятил себя музыке Поэты не рождаются случайно Они летят на землю с высоты Их жизнь окружена глубокой тайной Хотя они открыты и просты Глаза таких божественных посланцев Всегда печальны и верны мечте И в хаосе проблем Их души вечно светят тем мирам Что заблудились в темноте Они уходят, выполнив задание Их отзывают высшие миры Неведомые нашему сознанию По правилам космической игры Они уходят, не допев куплета Когда в их честь оркестр играет душ Актеры, музыканты и поэты Целители уставших наших душ У меня в руках книжка Игоря Талькова Монолог Издательство «Художественная литература» Не разделяет некоторые эмоциональные оценки Высказанные автором В этой книге автобиография в прозе И полный список текстов песен Из стихов артиста Прочту немного хорошо знакомой прозы жизни Истинные лекари человеческих душ Не думают о своих болезнях Их путь тернист, опасен И зачастую неблагодарен Их Бог истина Искусство в чистом виде независимо Страна советов, в которой мы вынуждены жить Разваливается вопреки законам природы и логики Все события, происходящие в ней Перевернуты с ног на голову Шоу-бизнес в чистом виде Явление положительное Основная его задача Найти и раскрыть талант Дать ему возможность проявиться Создать рекламу Сделать из него звезду И только потом Давая зарабатывать ему самому Зарабатывать и на нем Цель советского шоу-бизнеса В данном случае Поймать уже состоявшуюся звезду Выжить ее до предела И максимально поживиться За ее счет Стремясь только к наживе Дельцы шоу-бизнеса Неразборчивы в выборе звезд Им нет дела до самобытности таланта До его возможностей Не говоря о потребностях Понятие душа таланта им чуждо Их интересует одно Конъюнктура Но поскольку культура нашей страны Находится, к сожалению, на очень низком уровне Спрос несложно удовлетворить Конъюнктурными предложениями Значительную часть своей творческой жизни Потратил на разбазаривание эмоций По кабакам Предлагая самое дорогое, что есть в жизни Песни Делясь сокровенными мыслями С жующей и пьющей публикой За гроши, бросаемые широкими жестами Видел много талантливых, одаренных людей Отчаявшихся, потерявших всякую надежду На удачу и на возможность проявиться Мало того, что их никто не ищет, как на Западе Они попросту никому не нужны Я Барт Мой метод борьбы С несправедливостью и со злом Мои песни Россия – боль моей души Социальные песни – крик моей души Бой за добро – суть моей жизни Сцена Я продирался к тебе Сквозь дремучие джунгли Закона Что на службе у тех, кто не верит ни в черта, ни в Бога Завязались в узлы мои связки Стиснут лоб медицинской повязкой И в душе поселились надолго Тоска и тревога Сцена А дорогу к тебе Преграждала нечистая сила Раздавая чины и награды Этим самым продавшимся гадам Настоящих и неподкопных сводила в могилу Раздавая чины и награды Этим самым продавшимся гадам Настоящих и неподкопных сводила в могилу Сцена Я дошел до тебя И стою, и пою наконец-то И уверен, что занял по праву Свободное место Буду петь то, что было не спето Пока рот не заткнут Худсоветы Но если заткнут Я оттуда Пришлю всем приветы Это была программа Фигура речи В которой я, Марк Скрипка Вспоминал красивого артиста По знаку Скорпиона Поэта и патриота Своей страны Подписывайтесь на нашу группу В телеграмм Прога ФР Продолжение следует Редактор субтитров А.Семкин